здравствуйте всем кто будет смотреть это видео сейчас возвращаюсь с работы как это было 17 лет назад тоже была моя смена а это было 9 с 8 на 9 сентября 99 года и в ночь тогда без двух секунд 12 взорвался дом на улице гурьянова 19 я тогда стал невольным участником этих событий дежурил тогда на заводе на заилка слесарка была втором этаже это такие мои воспоминания чем спирогу послышался а потом удар вот земли как землетрясение оборвало там все трубы воздух там воду мы мы скоро думали что взорвался газ вот ну посмотрели пробежали по первому этажу тогда по заводу вот ничего такого не обнаружили вот остановлюсь немножко вот мобильных телефонов тогда практически ни у кого не было они только появлялись было это дорого да и и узнали только утром что на самом деле это произошло вот полетели тогда скорой ночью пожарные мигалки вот и стоял такой запах своеобразный вот всю ночь как оказалось что это запах гексогена слово которое тогда ворвалось в историю новой россии и череда терактов потом значит на 11 тоже на мою смену взлетел на воздух на кошерке дом погибло тоже много народу потом был волгодонск и дальше понеслось все помню да теракты в москве в метро в аэропортах на вокзалах не только в москве он потом был мордост и к сожалению это было это наша история так вот тогда на гурьяна мы хотели с утра поехать после работы посмотреть потому что много людей дома заводские азылковские вот многие работали вместе с нами были просто знакомы вот много погибло тогда народу только официально 108 человек порядка 600 700 человек получили травмы ранения вот сколько осталось сирот погибали целыми семьями вот а сколько еще без вести пропавших которых так и не смогли найти вот позже там буквально скором времени дома эти значит 19 дом этот был взорван как и соседний 18 на этом месте то сейчас по моему построены две высотки вот но на рядом там значит закладной камень обелиск такой своего рода вот бывал я там проезжал там всегда лежат живые цветы и зимой и летом построена церковь на средства на народные средства так что сегодня да и наверное как всегда там проводится богослужения вот и поминальные службы надо бы этот день помнить или кто пытается забыть кто не может забыть смотрю сегодня в новостях даже не ни слова не и не упоминание нет об этом с чем-то связано я думаю что это забывать нельзя ну и всем погибшим терактах москве и по россии безвинным погибшим вечная память на вам мирного неба над головой всех благ слава богу память мы сохранили а значит у нас есть и надежда кроме мемориала в память о трагедии была построена церковь много это или мало кто рассудит но но и и и и